проблема можно дальше короче у вас проблема заключается следующим рассказываю историю живой я работаю кто работает есть такие которые еще работают вот я работаю процент причем туда знать как и бывает самая сми самый смешной случай был это с дяденькой которую были заборы он строил заборы при этом он еще сам строил их чтобы понимать то есть он ездил он один раз приехал на наставничество у нас в костюме вот в этом знаете типа здесь написано какая компания вот он в костюмчике такой сел а он сидел короче меня на первом такому типу первым отличник первое место я бы сушать от в костюме он говорит ну я сейчас приехал с объектом построил я говорю ну а это не при тебе было нет 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 это надо начать на другом наставьте но он вот я говорю что за херня он говорит ну я с объекта приехал я говорю подожди ты сделал лендинг ты сделал директ у тебя сколько звонков в день пять звонков а сколько на сколько объектов выезжаешь на 3 игра берешь один но потому что это максин сколько он может позволить то что он один еще у него есть кореш не знаю где дедушка то есть это не он никак вы молодые ребята он как бы взрослый мужик ну вот ну естественно чо я ему сказал я ему дал пинкопадзата и я у него часто скажу я у него забрал помнишь мы ему тогда по моему тысячу рублей да каждый раз брали если ты придешь еще раз то будет две тысячи следующий раз придешь будет там четыре тысячи увеличивается почему а потому что он надо перестать работать и исполнять заказы самому есть те которые исполняют заказы сами вот-вот-вот-вот-вот-вот вас много надо прекратить этим заниматься у него 5 заявок в день на заборы давайте а теперь самое главное есть математика правильно которую мы сегодня будем все таки они будем разговаривать мы сегодня будем учиться седьмому классу пять заявок в день которые стоят 500 рублей ну то есть две с половиной тысячи он тратит в день на рекламу допустим сколько забор стоит как вы думаете среднем 20 200 ладно давайте квадрат за метр за метр давайте возьмем тысячу самое маленькое как вы думаете сколько маржа из нее ну собака пока просто пока просто метр погоны давайте возьмем самое плохое вот криво криворукий человек двести пятьдесят рублей он с погонного метра получает даже при том что он отдаст эту заявку не знаю какому нибудь власти который будет с него тридорога брать десять пятьдесят рублей погоны метр средний забор самый маленький даже сколько сорок да метров сто метров это за участок да маленький принципе можно хотя бы одну сторону покрыть сорок метров самое плохое умножим на сорок сколько получается нет не двадцать десять тысяч десять тысяч а если закрывать хотя бы нет 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 из пяти заявок хотя бы двое которые готовы сто процентов сколько можно получать день двадцать двадцать мы можем умножить на ну тридцать дней он не будет не может работать он дедушку он ну как бы не очень не способны все такое давайте 20 сколько денег как вы думаете сколько он зарабатывает а у него еще была ниша детские сады а знаете самое смешное что он реально зарабатывал здесь около сотки и перекладывал всю сотку в детские сады то есть он зарабатывал ноль а знаете почему потому что у него жена хотела детские сады чего себя не узнаете что ли нет у вас такой проблемы я вас уверяю есть дальше вторая проблема редкая но меткая не та ниша ну здесь вот как раз сидит 30-40 процентов которых ниша не та не та ниша пиздец знаете чем он занимается кто это занимается здесь ремонтом компьютеров есть такие а вот 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 да ведь мы вам чё заняться нечем что ли ну поцелуйтесь там я не знаю вы наверно издалека друг друга видите да то есть ахахаха ахахаха я же говорю это как бы аккуратненько гей тоже друг друга как бы сразу знают так что в чем очень похожая ситуация но был вас меньшинство вот а что значит не та ниша не та ниша это значит что у вас очень маленький средний чек например у кого есть вот кого то же было я там а это господи кость может выйти просто сказать расскажи ну просто расскажи ребятам давай я буду просто интервьюировать я тебя буду хорошо хорошо а кость это костя познакомьтесь с ним скажите привет кости привет ребята клуб клуб анонимных алкоголиков меня зовут костя а у меня среди средний чек подожди 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 стой стой у меня маленький средний чек а я вам расскажу как мы только что с ним познакомились он садится он как он подготовил сон короче принес может бумажка у тебя далеко бумажка склад ничего ничего он принес бумажку но примерно вот такую вот да не доставай ладно забить короче у него бумажка у него все рассчитано все математика как у тебя кстати все как это все замечательно все подсчитано все замечательно он говорит я зарабатываю оборотка у тебя 180 выходило 174 знаете на чем у него интернет магазин украшений можно так назвать в общей сложности вот кошельки и прочее при этом ну если посмотреть он же разбирается он разбирается уже в сетях и так далее он знает что на этом можно заработать больше что меня очень сильно насторожило вот процент я говорю а сколько денег ты хочешь зарабатывает он 50 ну на тот момент 50 на 50 тысяч да за прошлый месяц все получилось ну если последние три месяца взять да 50 тысяч а сколько ты хочешь зарабатывать он говорит я 300 хочу не вопрос я правда говорю а что то я же интервью у тебя должен ты сколько хотел зарабатывать ну 300 да а отлично вот это интервью называется ну ка а дальше что произошло ну дальше мы посчитали что зарабатывать 300 нужно сделать примерно миллион оборотов а самый главный второй показатель показатели ну грубо говоря увеличить оборотку где-то в 5-6 раз 5-6 раз оборотку ну в принципе логично да чтобы вместо 50 зарабатывать 300 есть еще один очень важный показатель называется показатель процент можно материться ну да ебать не но он не знаю как назвать трахание и так далее сколько вы ебаться будете с этой ниши а вы думаете насколько он будет ебаться чтобы увеличится в 6 раз а перед этим он рассказал я попробовал себе сети у меня есть гугл мерчинг центр у меня как у тебя кстати все все вот это все и у вас же все запущено там гугл мерчинг центр вы короче разбирайтесь лучше меня на самом деле в аналитике контекстной рекламы и так я уверяю вас да пиздец вот он разбирается реально хорошо у него все посчитано все замечательно игру хорошо но ты мне показываешь цифру 6 раз нельзя увеличится потому что у него запущены так допустим 5 из 6 видов трафика то есть еще один вид трафика ему не даст 6 раз увеличение с кем мы там разговорим по поводу оптимизации а вот у нас еще один такой же кандидат ну я буду оптимизировать рекламу вы ее оптимизировать в лучшем случае в два раза то есть вы из мальчика девочку никогда не сделайте вы поймите ну то есть это очень дорого если вы не знаете можете спросить у тайцев они вам расскажут как это геморройно то же самое правильно правильно а потом он рассказал случайно абсолютно я что то коснулся темы недвижимости а ты что сказал а сколько ты раньше занимался когда ты не занимался вот этой ебалой своим интернет-магазином сколько ты зарабатывал до ну с четырех сделок в год два с половиной миллиона три садись спасибо давайте похлопаем человеку все спасибо ребят закончили мы наставничество было бы очень приятно с вами познакомить не та ниша но явно не так а скажи пожалуйста что тебя сподвигло купить этот интернет он купил еще интернет-магазин чтобы понимать у кого много свободного времени у меня ладно у меня много свободного времени а знаете когда много свободного времени чем вы начинаете заниматься хернёй реально просто хернёй не надо так поэтому первая проблема как раз людей на понятном время это все замечательно маленький средний чек ведь у него маленький средний чек то есть чтобы а мы еще посчитали количество заказов знаете как у него зрачки расширились когда я сказал сколько нужно заказов чтобы увеличиться в шесть раз такой что не так что ли ему нужно было 450 ну 450 заказов минимум в месяц это еще нужно обработать их у тебя сейчас девочка сидит на телефоне надо уже не одну девочку ты кстати говорил дулан девочку зарплат не увеличится просто еще одна появится ты забыл об этом просто мы чуть-чуть математику не забыли а ладно все а вот наши господа с интернет-магазин познакомься с ними они сзади сидят у них интернет-магазин чехлов у вас средний чек какой а у тебя тысяча тысяч триста пятьдесят тысяч триста пятьдесят вот но вы не вы но вы не пятьдесят зарабатываете у вас чуть повыше сейчас и количество трафика у вас пропорционально можно увеличить правильно в несколько раз у нас а у тебя уже все запущено вообще то есть как шесть раз это увеличить то есть когда они пришли по хорошему и сказали у нас ничего не запущено скал волком пожалуйста потому что запусти окон контент контентом начали заниматься а я не сказал что надо сделать в принципе я же вам рассказал что надо сделать вы начали этим заниматься мы попытались хорошо у меня не прям что запущено но я там что делаю там что делаю они вообще ничего не делали у них уже у вас же сотка сейчас они вообще ничего не делают вот этот я вам дал я им дал полностью по шагу инструкцию что надо делать то есть они еще и заказы так но но этот заказ хороший это плохой потому что можно еще до продажи делать но лени и так далее и кросс селл и так далее и так далее и так далее короче этот отмазки называется возможно вот как в их случае это увеличится можно и причем они показали на примере на примере конкурентов правильно что он есть миллион тогда можно сделать действительно миллион никаких проблем нет да чистыми чистыми да ну подвинуть его пополам разделить ну ладно ну что бывает такое он правда он потом будет с вами с пистолетом ездить это очень важный момент мы сейчас до него дойдем вот короче маленький средний чек еще да вот в